Здравствуйте, уважаемые фурманчане! С вами Евгений. И на форуме был вопрос о каталоге Искара. И вот, мы находимся на официальной сайте Искара. искар.ком екаталог. И я вам покажу, как можно из этого каталога взять для себя интересующий инструмент. Во-первых, вы должны выбрать, какой инструмент вы хотите. Мы находимся в разделе Миллинг, Фрезерование. И вот, допустим, вы ищете фрезу для профилирования. Вот такое, профайлинг. Вы выбираете сейчас, какую фрезу вы хотите. В моем видеоуроке была вот эта вот фреза. Вот. Нет, вот эта вот была у меня фреза. Но, в принципе, это не важно. Вы можете взять любую другую. Вот. Нажать на нее. Нажать на эту картинку, вы посмотрите, как будет выглядеть этот инструмент. Где у него какие параметры. параметры вот эти вот буквы D1, вот это вот будет этот диаметр. Это все понятно. Вы выбираете инструмент, который вы хотите по размеру. Щелкайте на него вот это. И дальше, здесь вы смотрите, есть ли у него вот это вот разрешение DXF. Также у него будет и STP, это 3D, либо вот DXF 2. 2D. Здесь потом вот нажимаете, открывается вот это вот окно. Вам предлагают скачать. Вот. Нажимаете Download, DXF File Now. Сейчас. Вот идет открывание. Дальше, если вы нажмете сейчас, у вас откроется то, что может открыть DXF формат. В этом случае будет у меня AutoCAD. В вашем случае вы можете открыть Mastercam. Нажать Open. Здесь поставить разрешение DXF, DWG. Вот. Он у вас откроется. Нажать на Open. Вот так вот будет выглядеть эта фреза. Далее, если вы очень опытный пользователь Mastercam и вы хорошо работаете со слоями, нажмите клавишу Alt Z либо просто вот здесь вот по слоям Level. И также вы эти слои можете допустим, отключать. Вот вы видите, что-то начинает пропадать. Вот. Начинает пропадать. Они не стираются, они просто отключаются на какое-то время. Вы можете в любой момент взять их и подключить обратно. Допустим. Вот у вас может получиться, что вот этот вот профиль, который написан NotCAD, является вашим главным. Теперь вопрос, а стоит вам попробовать развернуть и выставить на ноль. Вот. Это был ответ на вопрос о библиотеке Iscara. Также вы можете посмотреть вас интересующий инструмент, допустим, по токарному делу. Какое-то время назад у них также можно было скачать и... Да, вот видите, можно скачать и DXF для токарного дела. Так что пользуйтесь, либо вы можете сами создавать тот инструмент, который вы хотите. А на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Евгений. Хорошего вам дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok